Эти кадры были сняты в конце июня. Тогда шестиэтажку на улице 65 лет победы в Амеретинке только начали сносить. К тому времени здание уже было достроено на 90%. Даже окна уже стояли на месте. Но приступить к отделке застройщик не успел. После вынесенного судом решения о сносе дом начал буквально таять на глазах. Ну а так здание выглядит сегодня. От шестиэтажки остались только куски бетона и груда металла. Дом сносили два месяца. Многоэтажку разбирали буквально по кусочкам. Сначала вручную, уже потом с применением тяжелой техники. Ведь здание было построено почти вплотную к заборам соседей. В первую очередь сложность у нас заключается в жителях. То, что мы мешаем жителям своим шумом, пылью. Мы, кстати, старались, подходили к делу профессионально. Смачивали бетон и прочее, чтобы не было пыли, как можно было меньше. Покрышки мы использовали с этажности на этажность, когда переходили, чтобы плита, когда делали разрушение плиты, они падали на покрышки. Чтобы не было дальнейшего разрушения, то есть друг за дружкой по цепочке не сыпалось всё. Застройщик при строительстве нарушил все мыслимые и немыслимые законы. И это при том, что здание находится недалеко от Олимпийского парка. В зоне, где, согласно указу президента, действуют особые правила землепользования и застройки. Здесь должен был быть построен трёхэтажный дом, а был построен шестиэтажный дом. Также не соблюдались коэффициенты использования территории. То есть дом был построен практически без отступа от границ земельного участка. Разбирают дом за деньги подрядчика, который потом взыщет через суд потраченные средства с нерадивого застройщика. Закончить же снос и вывести мусор обещают до конца недели. А вот хозяин соседнего участка сносить дом, который здесь тоже появился не по закону, начал, не дожидаясь судебных решений. Но таких случаев в Сочи не так много. В городе остаётся ещё 16 объектов, которые продолжают строить, несмотря ни на что. Какую работу ведут с такими злостными застройщиками-нарушителями на встрече с первым заместителем главы Сочи Мухдином Чермитом, рассказал начальник управления муниципального земельного контроля. Всеми доступными методами мы останавливаем. То есть вы устанавливаете там дежурство, устанавливаете фактически круглосуточные посты, как я вам поручал, так задача будет. И пресекаем с помощью службы федеральной миграционной службы, с помощью полиции, мы пресекаем фактически незаконное строительство. Так ситуация будет. Эта работа налажена, система практически выстроена. После проведения проверки на объекте в течение двух-трёх дней составляется иск и направляется в суд. На сегодняшний день по результатам проверок находятся 188 исков, было направлено в суды, по которым практически 90% уже принято решение о сносе. К слову, ещё год назад таких незаконных объектов было более 500. Большинство из них уже снесены. Благодаря усиленной работе местных властей и действию поправок 222-й статьи Гражданского кодекса, которые с 1 сентября прошлого года уже не позволяют легализовать самоволки через суд. Эта важная работа будет обязательно продолжена до тех пор, пока не будет снесён последний незаконный дом или другой несанкционированный объект. Инга Габеша, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, Димит Даниловский, Владимир Киселёв, телекомпания ФКТ.